Вероятность теракта в Великобритании очень высока. Это одна из самых больших угроз для страны в ближайшие два года, сообщил министр внутренних дел. Его ведомство разработало новую стратегию по борьбе с террористами. Что будет делать по-другому и как собираются предупреждать атаки Светлана Чернецкая из Лондона? Публикация новой антитеррористической стратегии совпала с трагической датой в британском календаре. Год назад произошла кровавая атака на Лондонском мосту. Тогда из-за наезда на пешеходов и ножевых ранений погибло 8 человек. Еще 48 получили ранения. Прошлый год стал одним из самых сложных в истории. Теракты происходили один за другим. Стадион в Манчестере, два моста в Лондоне. Стало очевидно, что нужно в корне менять антитеррористическую стратегию. И сегодня документ презентовал министр внутренних дел Саджиду Джавиду. Пришлось очень быстро вникать в суть проблемы. На этом посту он всего месяц. Меня регулярно информируют о нынешней террористической угрозе и со стороны спецслужб, и со стороны антитеррористической полиции. И каждый день я подписываю ордеры, санкционирующие операции по расследованию и пресечению террористических заговоров. Угроза нашей стране остается на очень высоком уровне. Одно из нововведений Джавида рассекретит списки потенциальных террористов. Служба разведки МИ-5 сейчас разрабатывает 20 тысяч личностей, которые могут представлять опасность для страны. И теперь их имена передадут в местные советы и уличным полицейским патрульным, чтобы те приглядывали за подозреваемыми. Также могут привлечь и частный бизнес, к примеру, сообщать в полицию о странных покупках, или же когда люди ведут себя подозрительно при аренде машины. К тому же, согласно новой стратегии, должен увеличиться срок тюремного заключения за планирование терактов. За последние пять лет в стране удалось предупредить 25 исламистских атак, и ошибки прошлого года здесь не собираются повторять. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.